привет друзья вы на канале обыкновенная мечта мы из батуми с вами сегодня из такого шумного с тучками сегодня поделимся некоторыми первыми впечатлениями но для начала надо съездить забрать второй тест пока виду который необходимо сделать уже здесь на территории грузии после того как вы въехали не позднее чем 48 часов и еще у нас началось ужесточение в грузии масочного режима теперь предписывают власти носить масочки даже на улице пока я не заметила что это кто-то соблюдает только магазинчиках мой собственно негативный тест на к вид который я сдала уже здесь в батуми которым можно теперь спокойно гулять себе по грузии боль как хочешь мы будем пить колу и я расскажу вам чуть позже почему именно этот напиток сейчас не к столу будет сказано мы с первого дня нашего приезда греша нас привез именно в это кафе называется вот так называется как написано забываю я сейчас он скажет здесь народу всегда тьма но вероятно именно потому что очень большой выбор грузинской кухни и очень вкусно мы пока честно других местах еще практически не ели а здесь пробовали хачапури уже по-аджарски и что тут делают чинахи аджап сандал вот только до хинкали я еще не добралась но если честно вот я видела за соседями столом мне не нравится как они именно тут выглядят вот это я не видела еще о боже баклажан с ореховой так вот колу мы пьем потому что во второй же день подцепили обитателя черных морей и океанов рота вирусную инфекцию прочее говоря первая дарина резко начала вот как только мы заехали в квартиру ушел хозяин квартиры сказал тут все такое новое диванчик застелил говорит только не испачкать и как тут же да нет конечно когда стоит выбор на пол или на диван по любому на диван никакие аргументы больше не ставлю в общем вы знаете я всех активно приглашаю к нам в instagram мечта коз где мы решаем все вопросы сообщая просто обожаю наших подписчиков которые прописали нам все лечение от ротовируса и в общем-то даринку за один день мы поставили на ноги хотя она реально вот просто пластом лежала только бегала в туалет сегодня в даринка ничего желать хопа пожаловался что ему плохо но немножко плохо и мне я чувствую что еще пару дней мы проведем в таком этом в общем все ребята мальчики девочки сказали что в сша вообще кола и лечит ротовирус и многие многие подтверждают что помогает только кока-кола в этом случае вот я сейчас на себе проверю про поможет или нет вообще говорят надо и до купания и во время и вместо и лучше вместо купания там где мы купаемся я вам покажу то место где мы купались чтобы никто не 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 додумался больше там купаться не знаю наше прекрасное набережно все покажем хотим из конечно с вами поделиться скорее хотел сказать тбилиси тбилиси хочу очень поделиться бадуми но батуми как-то пока не хочет нас так радужно встречает сейчас мы адаптируемся пройдем адаптацию и в общем вернемся с пока собираем локации если знаете куда сходить что посетить что делать тут надо обязательно пишите стама решили чуть-чуть отъехать границы границы а вот мы на окраине мы обнаружили за вот этими валунами пляжик и вроде бы как на вид очень даже да да и без без стоков но это надо еще пройтись посмотреть а вообще залезть туда и понять нет так проверять мы больше глазами я уже проверял там тоже была чистая когда залезли всякая фигня плавала типа там пленки пакеты даже хорошо и причем прикол ветер есть ветер есть вы слышите что вы меня не слышите скорее всего да а волн нет совсем нет а вообще мы сюда приехали посмотреть на самолеты готовность номер один как вы поняли друзья первая неприятность которых нас постигла всей семьей в итоге это рота вирус или кишечка или не знаю что но все это вот этой речки говно течки и я немножко разозлилась осерчал расстроилась как угодно и хозяевам даже сказала ну что ж вы не предупредили сдавая квартиру вот вам море вот вам все видя детей что купаться здесь нельзя не горит но что весь батуми такой весь батуми такой по набережной можно увидеть много таких канализаций впадающих море и это разочарование конечно номер один да мы уже выяснили места куда надо ехать купаться подальше от города в общем город это так же как и конечно многие города еще раз возвращаемся к воспоминаниям о паттайе все в ней шикарно но купаться такое себя хотя хотя мы купались и вы помните что даринка была совсем малышом младенцем и в бассейнах и в море и попахивала еще и посильнее там почему-то ничего не было может быть вот это вот проживание в анталии средиземных морях купания в очень соленом море она как-то сбила иммунитет к этой кишечной палочки может быть не так но сейчас мы все средства закупили все что советовали поразила меня конечно вот это кола которую все сплошь рекомендует не знаю кола это или нет я вчера вы допила из колы и за ела энтерофорилом и арбидол очень хорошо мне кажется вот с даринка прям с первого раза помог все остальное мы делали весь день потому что тяжелее всех даришки было она прям у нас всю ночь рыгала и все на свете и температурила на и мне кажется именно арбидол то что посоветовали мне в instagram вообще благодарю вас всех за советы сейчас сходим магазинчик с вами что нибудь посмотрим как тут это обстоят дела надо прикупить домой всякие необходимые вещи потому что ну я буду много наверно сравнивать немножко сравнение потому что только что из турции из анталии и вот гостеприимство да может быть мы еще не так вкусили сильно грузинской потому что из-за этих рота вирусов и переездов из дому выйти глобально не можем но то что экономят на всем вот эта сезонность какая-то советская чувствуется ну заходите и живите если в турецкую квартиру заезжаешь и там есть все тебе оставляют все средства для мытья уборки то тут нам горели была уборка чем вы убирали водой но то есть ни единого средства вообще никакого нет и даже средства для мытья посуды одна бутылочка пустая была выходим из нашего домика вот буквально два шага море прекрасно набережная я не буду постоянно вспоминать конечно эту ротоверзную палочку но для себя галочка есть вообще мы находимся в районе нового бульвара так как я прочитала то есть вся вот эта строящаяся история это не так давно началось здесь были сады от на одну как бы отшиб до такой сады мандариновые даже у наших хозяев вот наши квартиры и доме где вода ночевали там были мандариновые плантации и с этим связана одна очень интересная история которую чуть позже расскажу как эти сады превратились в следующих видео мы продолжим рассказывать об а туми так что присоединяйтесь кто еще не с нами подписывайтесь не забывайте про лайк и комментарии увидимся в батуми а